я произвел такой вот интересный наверное можно назвать его опыт и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг я конечно же отношусь к эзотерике с позиции опыта и выводов знаете это такой подход он называется научный и когда начинаешь использовать определенные идеи или определенные системы техники эзотерические практики или какие-либо такие системы то становится очень много понятным но в случае если это делать не по наитию так как мы забываем а в случае если ведешь дневники то есть подходишь к этому по принципу опыта один из моих опытов как раз и заключался в том чтобы объяснить себе некую такую истину которая бы могла объяснить почему у человека происходит развитие материального благополучия и это было одной из ключевых задач и я могу сказать что идея она очень несложна то есть я имею определенные виды бизнеса и каждый день получаю определенный доход это бизнес который связан там с продажами в магазинах интернет бизнесе и там сдачи в аренду там и так далее то есть у меня достаточно большое количество бизнеса я эзотерикой не занимался ради бизнеса а бизнесом я занимаюсь давно а эзотерика это дополнительный мой бизнес поэтому я как бизнесмен могу сказать что да действительно есть такие идеи и их можно использовать в виде опыта в чем заключался мой опыт я думал что допустим читая мантры можно увеличить материальное благополучие я с этим согласен но чтение мантры не создавало быстрые процессы появления материального это скорее всего длилась на протяжении года то есть если я начинал читать мантры денег и на протяжении года я читал ежедневно мантры денег или коды денег и так далее и делал это ежедневно на протяжении года то когда путем опыта я ставил свой доход в начале года и после этого возвращался к нему в конце года то можно было отследить четкую динамику роста материальной прибыли что говорило о том что данные мантры все же эффективные и таким образом выбиралась эффективность поэтому я для своих учеников ряд мантр в дальнейшем дал это самый эффективный это сядат хеденаджи не гринис арварта садханиш жена лагашем она наша сетена туман тропады и сваха он бегу не бармасу паги сваха или ведем дыхима хешварисом астамат хелады хеды хими парами швари или там туром они бхадра туру туром они бхадра куру мани бхадра куру куру мани бхадра и так далее или из кодов там мига или коды там химпра или хампра и так далее определенные практики то есть человек может это выполнять и он однозначно особенность заключается в том что когда я практикую то быстрого дохода не получается и тут становится непонятным где же механизм но одной из идеи задач моих было сделать или проследить вот зачем когда ты утром хочешь чтобы у тебя до вечера был доход больше или удваивался и люди се терялся или усать не вел во много раз увеличивался то нужно было найти некий рычаг который бы помог это сделать я начал исследовать данную тенденцию узко такую колейную или плоскую пытаясь рассматривать данный вопрос хочу напомнить что я отец большой семьи со мной живет сын слова второй сын живет отдельно от меня уже в своей квартире со мной живут еще три девочки это мои три дочки со мной живет мама моей жены моя любимая теща и моя жена и мы живем в одном доме также у нас есть люди которые нам помогают то есть это люди которые там приходят и помогают обучать детей это люди педагоги или и есть еще люди которые помогают нам там по хозяйству потому что дом у нас большой есть сад и тогда и вот что я придумал я искал разные варианты я пытался найти разные варианты и подходы которые могли бы объяснить как работают программы у человека который стремится удвоить бизнес утроить бизнес у 10 лет бизнес и вот что я понял оказывается наша семья это тот элемент солнца который может повлиять на ваш бизнес во много раз каким образом я это все как это как это устроено я не буду сейчас объяснять но я хочу дать вам совет я начал при для себя вывел такую идею чем больше на протяжении дня я подумаю об этих людях хорошо и приведи их радоваться буду и скажу им что-то приятное если я буду удивляться и восхищаться этими людьми говорить им что-то приятное в случае если им плохо то успокаивать их гладить там не рычать не ругаться не злиться не обижаться если я буду больше внимания уделять детям одним словом выделять свои прекрасные эмоции и чувства по отношению к этим людям независимо от того как они себя ведут какие они ошибки создают и так далее то есть тот момент когда мог бы найти какие-нибудь претензии их отбрасываю говорю мне это не касается и начал больше говорить о том какие они прекрасные о том какие они хорошие том что нужно поддержать и тогда больше с детьми больше детям комплиментов больше там близким всем кто находится под одной крышей и она начала работать то о чем я говорил она начала работать